Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим Лайден или Лайденский сыр. Один из видов голландского сыра. Ну, соответственно, название по городу, в котором его готовят, город Лайден в Голландии или в Нидерландах. Сыр этот, ну, очень похож на гаулу, но отличается тем, что он с наполнителем. В качестве наполнителя можно использовать либо тмин, либо кумин или зиру, как мы ее называем. То есть мы называем зира, в Европе называют кумин. Либо же зерна горчицы. Мы решили сделать тмином. На 10 литров молока мы взяли столовую ложку тмина. То есть мы варим сегодня из 20 литров молока, значит, 2 столовые ложки тмина и 4 цветочка гвоздики. Все это дело закипятили, прокипятили минут 10 и остудили. Получился вот такой вот у нас наварчик. Сейчас расскажу, что с ним делать. Но в первую очередь хочу рассказать о ингредиентах. Для приготовления сыра нам понадобится негазообразующая, мизофильная закваска и молокосвертывающий фермент. Мы купили сразу же готовый набор для приготовления сыра Лайден в интернет-магазине сырок.ком.ua. Ссылку на этот интернет-магазин и набор я оставлю в описании видео. Немножко расскажу о ингредиентах. Значит, в первую очередь, для тех, кто не в Украине, кстати, интернет-магазин сырок.ком.ua отправляет заказы в Российскую Федерацию. Вот. Если у вас нет возможности заказать в этом интернет-магазине, значит, в любом интернет-магазине, который занимается товарами для домашнего сыроделия, заказывайте негазообразующую мизофильную закваску прямого внесения, молокосвертывающий фермент, естественно, нужное количество молока. Также нам понадобится хлористый кальций, ну, зерна тмина я уже сказал, и рассол. О рассоле расскажу немножко позже. Касается молока для приготовления сыра, мы используем фермерское молоко вчерашней дневной дойки. Свежее, только что надоенное фермерское молоко для приготовления сыра не подходит. Если вы делаете из магазинного молока, можно использовать пастеризованное молоко. Ультрапастеризованное или гомогенизированное молоко тоже не подходит для приготовления сыра. У вас не образуется хороший качественный сгусток, сгусток будет дряблый и не получится нормальный выход сыра. Из оборудования нам понадобится стандартный набор. В первую очередь емкость для нагревания молока. Мы используем мармит, это прибор для линии раздачек столовых. То есть тут одна емкость в другой, и в эту емкость наливается вода, получается классическая водяная баня. Если у вас нет такого прибора или сыроварни, используйте две кастрюли, большую и меньшую. В большую наливаем воду, таким образом, чтобы когда вовнутрь помещаем меньшую, вот так вот, она касалась поверхности воды. И наливаем на любой плите, на газовой или на электрической. У нас получается классическая водяная баня. Также нам понадобится марлечка для того, чтобы процедить молоко. Форма с поршнем для приготовления сыра. Сыр этот надо будет прессовать, хоть он и полутвердый. Ну и, естественно, друшлаг. Нож или лира для нарезки сгусток. И вот такой вот очень важный девайс для того, чтобы мешать зерно после того, как мы сделаем постановку зерна или порезку сгустка. Естественно, при работе все инструменты должны быть стерильные. Также надо продезинфицировать форму. Сыр мы молокой для этого сыра пастеризовать не будем. Сыр с достаточно коротким сроком созревания. Поэтому, если вы уверены в молоке, если вы уверены, что фермер вам поставляет хорошее молоко или пастеризованное молоко, ну, пастеризованное, понятно. Если вы уверены, что фермер поставляет хорошее молоко, пастеризовать его не надо. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, если вы покупаете молоко у незнакомых людей, обязательно сделайте пастеризацию. Для этого нагреваете молоко до температуры 65-67 градусов. Оставляете его на 10-12 минут и потом как можно быстрее охлаждаете. Но мы молоко не пастеризуем, так как мы в наших фермерах уверены. Как я уже говорил, из тмина и цветочков гвоздики сухой мы приготовили вот такой вот отвар. Процеживаю этот отвар, остудили его до комнатной температуры. Вот этот вот ароматный бульончик пойдет у нас для приготовления сыра. А зернышки... Ларис, дай мне ложечку, пожалуйста. А зернышки мы впоследствии вмешаем в зерно. Для того, чтобы они немножко подсохли, разложим их на бумажное полотенце. И цветочки гвоздики отсюда удалим, они нам больше не понадобятся. Если вы готовите сыр из пастеризованного молока, эту процедуру можно опустить. Если готовите из фермерского молока, обязательно процедите его через марлечку. Даже если вы уверены, что хозяева животных соблюдают гигиену, все равно в молоке могут быть маленькие сгусточки. Если вы не процедите молоко через марлю, вокруг этих сгусточков будут собираться колонии молочнокислых бактерий. Таким образом, у нас закваска не будет действовать на весь объем молока. А вот эти молочнокислые бактерии, которые мы внесем в молоко сейчас, они соберутся в колонии вокруг молочных сгусточков, и молоко нормально не сквасится, то есть не повысится кислотность. Сейчас я покажу, о чем идет речь. Вот такие вот молочные сгустки, совершенно небольшие. Это совершенно нормально. Процедим все молоко и продолжим. После того, как процедили молоко, нам надо его нагреть до температуры 30 градусов. На борт кастрюли я помещаю термометр для контроля температуры. И вносим в молоко охлажденную вот этот вот отвар с тех зерен, с которыми мы готовили. То есть, если вы готовите с тмином, значит отвар тмина. Если готовите с зернами горчицы, значит отвар зерен горчицей. И если с зерой, значит отвар зеры. Такие сыры очень часто можно встретить на полках магазинов. Голландские сыры, вот именно Лайден, с разными наполнителями. Ну, в частности, в Украине, это сеть магазинов «Сырная королевство». Хорошенько перемешаем и ждем, пока молоко нагреется до температуры 30 градусов. Нагрев не должен происходить быстро, а он должен происходить достаточно плавно. Поэтому мы и греем на водяной бане. В среднем на 20 литров молока у нас должно уйти не менее 30 минут. После того, как молоко нагрелось до температуры 30 градусов, эту температуру надо будет в дальнейшем поддерживать. В первую очередь, внесем молоко хлористый кальций. Если у вас не пастеризованное молоко, то я рекомендую вносить хлористый кальций из расчета 1 мл 10% раствора хлористого кальция на 1 литр молока. То есть, соответственно, на наши 20 литров молока 20 мл. Это делается для того, чтобы стабилизировать молоко. Потому что в разное время года молоко содержит разное количество кальция. И для того, чтобы получить гарантированно хороший качественный сгусток, лучше в непастеризованное молоко тоже вносить хлористый кальций. Если молоко пастеризованное, то хлористый кальций вносим из расчета 3 мл на 1 литр молока 10% раствора, естественно. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут. Далее вносим молоко в закваску прямого внесения. Для этого порошок закваски в первую очередь рассыпем по поверхности молока и дадим ему возможность регидратироваться или регидрироваться. То есть, попросту намокнуть. Вообще, 3-4 месяц уже работаем с заквасками, ферментами от интернет-магазина сырок.com.ua Еще не было ни одной неудачи. То есть, закваски и ферменты качественные. Кстати, не сказал о том, что в интернет-магазине сырок.com.ua можно купить не только готовые наборы для приготовления сыра, но и отдельно мизофильные термофильные закваски, отдельно фермент, отдельно бактерии плесневые, пенициллинум кандидиум, пенициллинум ракфорти. То есть, можно все покупать по отдельности и формировать свои собственные рецепты сыров или готовить уже по известным, допустим, по нашим рецептам. После того, как закваску рассыпали по поверхности молока и выждали 5 минут, тщательно перемешиваем молоко движениями вверх-вниз, для того, чтобы культуры бактерий молочно-кислых распределились по всему объему молока. И оставляем молоко на 45 минут для поднятия кислотности или попросту для сквашивания. При этом поддерживаем температуру 30 градусов. В это время нам надо будет, если у нас сухой молокосвертывающий фермент, то нужное количество фермента растворить в 50 мл охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды. Если жидкий молокосвертывающий фермент в жидком виде, то то же самое, нужное количество капель растворяете в 50 мл кипяченой, охлажденной до комнатной температуры воды. И эта процедура у нас должна быть готова через 45 минут. Через 45 минут вносим молокосвертывающий фермент, заранее разведенный. Хорошенько перемешиваем и включаем секундомер. На поверхность молока кладем заранее простеризованную крышечку капроновую и будем контролировать ее каждые 5 минут. Мы засекли время для того, чтобы определить точку флакуляции молока или точку начала образования сгустка. Как видите, сейчас крышечка совершенно спокойно крутится по поверхности молока. Как только она начнет прилипать, значит сгусток начал образовываться. И я чуть позже расскажу, что нам надо делать. Через 10 минут крышка прилипла к поверхности молока. Она, видите, как на резинке ее проворачиваешь, она возвращается назад. Значит, начал формироваться сгусток. Теперь используем временной коэффициент или мультипликатор. Для этого сыра он равен 3. То есть 10 минут у нас прошло, умножаем на 3, 30 минут. Осталось 20 минут до формирования сгустка. Оставляем сгусток в покое, чтобы он формировался на 20 минут. При этом поддерживаем температуру 30 градусов. Желательно не выходить за пределы плюс-минус 1 градус. Через 30 минут сгусток сформировался. На всякий случай проверим на чистое отделение. Разрез получается чистый и сам сгусток не прилипает к ножу. Значит, можно приступить к порезке или, как говорят сыровары, к постановке зерна. Разрезаем сгусток вертикально на столбики с размером стороны где-то полтора сантиметра. Вначале в одну сторону делаем рез, потом кинфедикулярно. После того, как мы порезали сгусток на столбики, оставляем его на 5 минут, чтобы столбики уплотнились, чтобы края, вернее, столбиков немного уплотнились. В это время следует вскипятить, в нашем случае, при 20 литрах, приготовлении 2 литра воды и остудить ее до температуры 60 градусов. Через 5 минут столбики уплотнились. Теперь порежем сгусток по горизонтали. Лучше всего это сделать с помощью лиры. Вот такого вот прибора. Раз, и все порезано. Если нет лиры, можно использовать шампур, изогнутый под углом 90 градусов. Или, в самом крайнем случае, длинный нож, вводить его под углом 45 градусов. Теперь очень аккуратно начинаем мешать сгусток, но только очень аккуратно, чтобы зерно еще очень-очень нежное, чтобы не раздробить его в пыль. Медленно-медленно, плавно-плавно начинаем перемешивать сгусток в течение 5 минут. Через 5 минут зерно немножко уплотнилось и его края округлились. Теперь оставим зерно на 5 минут в покое. И к этому моменту, как я уже говорил, у нас должна быть готова вода. Через 5 минут сливаем 2 литра сыворотки. Если мы готовим из 20 литров. Если готовим из 10 литров, то 1 литр сыворотки. Стараемся не словить зерно. В принципе, оно осело, но пытается запрыгнуть в ковшик. Не спешите выливать сыворотку. Из нее можно приготовить чудесный сыр рикотту. Начинаем мешать зерно. И плавненько вливаем сюда воду, нагретую до температуры 60 градусов. Нам надо добиться... В это время... Только не сильно мешай, чтобы не напылить. Нам надо добиться температуры 33 градуса. Кстати, если вы не знаете, как приготовить сыр рикотту, у нас на канале есть видео. Очень вкусный итальянский сывороточный сыр. Мешай, мешай, мешай. Надо, чтобы оно перемешалось. Но только не сильно, пожалуйста. И такими движениями больше сверху вниз мешай. Примерно полтора литра воды ушло на то, чтобы температура поднялась до 33 градусов. Тщательно перемешиваем зерно и оставляем его на 10 минут, чтобы оно опять осело на дно емкости. Через 10 минут начинаем сливать сыворотку. Для того, чтобы зерно у нас не попало в кастрюлю с сывороткой, вот так вот сливаем через друшлаг. Сливаем до тех пор, пока над зерном не останется 2-3 сантиметра сыворотки. То есть практически всю. После этого опять начинаем доливать горячую воду. И перемешивать зерно до того, чтобы температура достигла 37 градусов. Вот так вверх-вниз перемешивай. Зерно уже достаточно плотное, можно мешать немножко смелее. Но не настолько смело. Опять-таки ушло 2 литра, температура зерна поднялась до 38 градусов. Теперь, друзья, надо мешать зерно достаточно аккуратно, чтобы не разломить его, чтобы не выбивать из зерна сырную пыль. Но, тем не менее, постоянно, в течение 20 минут. Засекаем время и вот так вот медленно перемешиваем зерно. При этом поддерживаем температуру 37-38 градусов. Через 20 минут зерно еще сильнее уплотнилось и превратилось практически в шарики. Значит, все происходит правильно. Оставляем его на 5 минут, чтобы оно полностью осело на дно емкости. Через 5 минут сливаем опять всю сыворотку в кастрюлю. Опять-таки сливаем через друшлаг, ну, всю, чтобы показалось зерно, чтобы тоже остался сантиметр-полтора над зерном. Далее засыпаем в зерно подготовленный тмин. Ну, либо зиру, либо горчицу, с чем вы готовите. Все тщательно перемешиваем. Теперь руками собираем зерно в такую одну кучку. Немножко подлепливая его, чтобы оно... Ну, так ты старайся его чуть-чуть спрессовать. Помещаем форму в емкость с сывороткой и переносим в нее зерно. Желательно, чтобы зерно постоянно находилось под слоем сыворотки. То есть вот прямо в кастрюле, в которой мы готовим. И проводим эту процедуру. Хорошенько уплотняем зерно. Постарайся туда вот тот тмин собрать вовнутрь как-то. Потому что странно, когда тмин варили в кастрюльке, он был весь на дне, а в сыворотке он почему-то решил, что ему надо плавать. Вот таким вот образом уплотняем зерно в сыворотке. Теперь надо ловить сыворотки, потому что форма должна быть под слоем сыворотки. То есть наша задача, чтобы в ближайшие 10 минут зерно не остывало, чтобы оно находилось под слоем сыворотки. Вот таким вот образом. Прессуем все и собираем все зерно в форму. После этого оставляем его в форме под слоем сыворотки на 5 минут. Через 5 минут извлекаем форму из под сыворотки и помещаем под пресс. Первое прессование делаем в течение 30 минут весом 10 килограмм. Если вы готовили из 10 литров молока, то достаточно будет веса 5 килограмм. Через полчаса перевернем сыр. Сморим. Очень хорошо отдает сыворотку. И подпрессовался нормально. Переворачиваем его в форме на другую сторону. Далее продолжаем прессовать удвоенным весом. То есть если мы изначально прессовали, если мы варили из 10 литров, то прессовали весом 5 килограмм, значит удваиваем 10. Так как мы варили из 20 литров, то соответственно удваиваем вес и прессуем весом 20 килограмм. В течение следующих 8-10 часов пусть он прессуется у нас. Вот таким вот образом. А после этого, друзья, продолжим. На следующий день извлекаем сыр из подпресса. И можем приступить к засолке. В двух словах расскажу, как приготовить рассол. Для засолки сыра рассол универсальный. Готовим мы 20% рассол. Это значит, что в одном литре рассола будет 80% воды и 20% соли. То есть на 4 литрах воды растворяем 1 килограмм соли. Итого у нас получается 5 массовых частей. 4 массовых части воды и 1 массовая часть соли. Потому что многие говорят, что 20% раствор, это когда к 5 литрам добавить 1 килограмм соли. Это неправильно. 4 литра воды и килограмм соли. Рассол кипятим, соль полностью растворяется. Процеживаем через в четверо-пять раз сложенную марлю. После этого рассол охлаждаем до комнатной температуры. Далее в рассол надо добавить на 1 литр рассола 1 грамм сухого хлористого кальция. И на 2 литра рассола 1 чайную ложку столового уксуса. Для чего это делается? Для того, чтобы насытить рассол солями кальция. Если этого не сделать, то соль будет вступать в реакцию с кальцием, который есть в сыре. И вымывать его из сыра, образовывая соль кальция. В результате мы получим растворенную внешнюю корочку. То есть сыр как бы замылится. Вот чтобы из этого избежать, в рассол добавляем хлористый кальций и уксус. Многие просто задают вопрос, для чего это делать. Вот, объясняю. Так, получили мы прекрасную головку сырочка. Сейчас ее взвесим. Сниму только дренажный коврик, который прилип здесь. Хорошо у нас вмешался туда. 1930 грамм. Отличный результат. Хороший фермент, хорошая закваска. Очень качественный сгусток был. И в первую очередь, ну, как бы, поводом для этого послужило качественные закваски и ферменты. Поэтому, как я уже говорил, 3 месяца пользуемся заквасками и ферментами интернет-магазина сырок. И ни разу не было еще никакой просроченной закваски или фермента, плохого сгустка. То есть смело рекомендую товары. Заходите в интернет-магазин, покупайте. Помещаем сыр на засолку и за счет 1 час на каждые 100 грамм сыра. То есть, если у вас головка получилась килограммовая, там, значит, солим 10 часов. У нас 1900, ну, 2-килограммовая, грубо говоря. Значит, будем солить ее 20 часов. Один раз в процессе засолки сыр перевернем. Чтобы он, видите, он плавает. Чтобы он равномерно засолился с двух сторон. То есть, через 10 часов переворачиваем. И через 20 часов, друзья, встречаемся и продолжаем. После посола мы отправили сыр на просушку. Я снял этот кадр, но, к сожалению, запись была про это. Короче, не записалась. Значит, как мы обсушиваем сыр? Обсушиваем при комнатной температуре 1-3 дня. Чтобы он покрылся вот такой вот корочкой. Если в помещении температура выше 20 градусов, тогда лучше обсушивать в камере для вызревания, либо в холодильнике. Но тогда обсушка займет 24 дня. 2-4. То есть, нам надо добиться результата, чтобы мы получили плотную корочку сыра. Теперь надо его покрыть латексом и отправить на созревание. Латекс можно приобрести также в интернет-магазине сырок.com.ua. Хороший антимикробный латекс. Я сейчас начну. А на нашем канале есть видео, как покрыть сыр латексом. Если вы хотите полностью посмотреть, то можете посмотреть это видео. Но сложного ничего в этом нет. Просто берем и вот так вот окрашиваем сыр антимикробным латексом. Также можно отправить его на вызревание в термоусадочном пакете, либо просто завакуумировать. Ну, можно даже покрыть воском. Ну, воск достаточно дорогая технология. На мой взгляд, хорошо работают термоусадочные пакеты, также хорошо работает вакуумирование. Меньше заморочить, потому что латексом сыр надо покрывать 3 раза. Технология покрытия такая. Покрываем сыр с одной стороны, ждем, пока высохнет. Стараемся заполнить все споры, которые есть в сыре. После этого покрываем с другой стороны, опять ждем, пока полностью высохнет. Высыхает он где-то за час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. После того, как эта процедура завершена, повторяем ее 3 раза. Ну, всего 3 раза. То есть, делаем 3 слоя покрытия. Вот, для удобства я покрываю половину торцевой части, стараясь тоже здесь заполнить абсолютно все поры латексом. После этого, когда я буду покрывать вторую сторону, я покрою также вторую половину торцевой части. Далее отправляем сыр на созревание. Созревать сыр должен при температуре 10-11 градусов и относительной влажности 75-80%. Такие условия создает камера для вызревания сыров. Ну, в частности, мы сделали камеру для вызревания сыров из старого холодильника для напитков, которые купили нерабочие за копейки. Даже у меня на канале есть видео, там, где я полностью рассказываю, у нас на канале есть видео, там, где я полностью рассказываю, как я делал эту камеру. То есть, я ее полностью привел в порядок. Достаточно низкобюджетно все это получается. Если у вас нет такой камеры, можно отправить его на вызревание в обычном контейнере. В контейнере для того, чтобы в холодильнике низкая влажность, для того, чтобы создать микроклимат, чтобы сыр не пересыхал. Потому что даже в латексном покрытии он может, корочка может пересохнуть. Единственное, если вы вакуумируете или используете термоусадочный пакет, тогда внутри пакета создается микроклимат, и сыр созревает, ну, без учета влажности. То есть, даже в холодильнике с минимальной влажностью, в ноу-фросте, к примеру, сыр будет нормально созревать. Но в пакетах есть риск появления плесени. Если в процессе приготовления вы где-то занесли какие-то сторонние бактерии, то под вакуумным пакетом или под термоусадочным пакетом может образовываться плесень. Поэтому я все-таки предпочитаю латекс. Тем более, он антимикробный. Итак, друзья, отправляем на созревание наш прекрасный лейденский сыр. Я думаю, сырок получится очень вкусный. Я уже нашел в магазине Сырное Королевство аналог, вернее, не аналог, это мы делали аналог, настоящий сыр. И через два месяца будет дегустация. На дегустации мы разрежем этот сыр, посмотрим, какой он получился и сравним его с оригиналом. Вот, как бы, вообще стараюсь искать сыры, но как-то дорого получается, и не все сыры у нас можно найти для сравнения. Но вот с лейденским сыром получится сравнить с оригинальным, с настоящим голландским, так сказать, лейденским сыром. Поэтому с удовольствием вам представляем этот рецепт. Пробуйте готовить. Я думаю, сыр получится вкусный. Но оригинал я попробовал, если честно, уже мне очень понравился. Сравним с тем, что получится. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, делитесь нашим видео с друзьями, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!